Юрджан Каскад. Цанкацацхамематуцун. Мероктинэ. В очередной раз говорилось о необходимости долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, достойного мира, но на словах это все говорится, а на деле ведь очевидно, что не решен ряд противоречий и в ближайшее время, вероятно, не будет никакого соглашения, как вы считаете? Да, вы правы, эти визиты, эти заявления, они постоянно звучат, но на самом деле реально там идут совершенно другие эти процессы и то, что Боно приехал в Ереван и общался там с руководителями правительства и так далее, то это больше, так сказать, ознакомительная, наверное, поездка. Они смотрят, что там думают у нас, потом это будет обсуждаться и, наверное, в соседних странах, в том числе, в Азербайджане, и какие-то будут у них как бы выводы сделаны. Реально сегодня эта проблема подписания определенного договора, как он будет называться, тоже будет решаться. Это сложная проблема и в первую очередь зависит от позиции Азербайджана, которая сегодня ведет такую политику принуждения, возрастающей причем это идет. Это обычная практика в таких конфликтных переговорах относительно заключения какого-то договора. Она достаточно известная по мировой практике, но, к сожалению, сегодняшнее правительство Армении, видимо, это не учитывает и как бы ведет политику не очень понятную и не очень полезную для Армении. Речь идет о том, что когда ты уступаешь под давлением, если нет законных каких-то правовых оснований, а просто на тебя давят и ты тут же уступаешь, значит, это давление будет продолжаться в возрастающих масштабах. Мы это видим сейчас. Каждый раз, шаг за шагом, одну задачу поставили, требования, пошли на уступки. Значит, поставили более другую задачу, более серьезную. И сегодня речь идет о том, что вот эти так называемые анклавы сейчас они будут требовать. Если, например, Тигран Ашем передадут Азербайджану, якобы это как бы по Алмачийской декларации признанная, так сказать, территория Азербайджана, хотя в Алмачийской декларации ни слова об этом нет, вот, то никакого Зангизурского коридора Азербайджану может и не понадобиться. Просто они там устроят военную базу, потом устроят провокацию и скажут, мы должны сделать, значит, безопасности определенную территорию, да. И все, перекроют Сюник, перекроют и все. На 20 километров, 30 километров свои войска. Кроме того, если ты признаешь, что это какой-то анклав, то ты должен по международному праву, по праву сервитута, ты должен дать им дорогу, которую они могут беспрепятственно, и все. И от Няхачи Иванова в Тигран Ашем это будет дорога по территории Республики Армения. И понятно, что там будет военная база, будет провокация, что-то будут стрелять, как обычно сейчас делается на границе. Ну вот сейчас заявил Алиев об очередных провокациях, которые МИД Армении опроверг. Они без устали заявляют об этом. Да, это такая тактика, она постоянно идет, и МИД Армении только опробегает и больше ничего не делает, к сожалению. Как выборы в США могут отразиться на ситуации в нашем регионе? Трамп, насколько известно, старый знакомец Алиева Армении. Как считается выгоднее Камила Харрис, ее партия? Ну, есть такое дело. Ну, с Трампом, как бы, делать прогнозы немножко сложнее, чем с Камилой Харрис. Ну, мы знаем, что Камила Харрис была сенатором в Калифорнии. Она тогда ратовала за то, что признали геноцид армян, поддержку армян, и в том числе и по Нагорному Карабаху определенные заявления делали. С Трампом все сложнее. Но не надо это все сводить к определенным персоналям, понимаете? Ведь политика в Соединенных Штатах решает не одна какая-то персона, даже если это президент. А там серьезные, так сказать, есть основания. За ними стоят серьезные силы. Это финансово-промышленные силы, другие силы, политические силы. И здесь там мозаика достаточно сложная в Соединенных Штатах. Мы понимаем, что такое Соединенные Штаты и как там все это делается. Поэтому речь может идти о том, какие трансформации могут происходить в политике, внешней политике в Соединенных Штатах. Я получал очень много информации от аналитических центров. Причем и те, которые придерживались позиции консерватерной партии, республиканской партии, и те, которые придерживались, более или менее придерживались позиции или направления демократической партии, они все пришли к выводу в этих дискуссиях, что внешняя политика в Соединенных Штатах должна быть трансформирована. Она не может быть прежней, потому что мир меняется. Здесь происходят глобальные такие серьезные фундаментальные изменения. По-разному называются. Тектонические говорят. Причем это говорят и с Запада, и с Востока. Так, если мы посмотрим Астанинскую декларацию Шосс, вот это говорят. Но если посмотрим материалы западных, таких тоже, вот, форумов, эти конференции, там тоже самое говорят. То есть это вот одного полярного мира, значит, сегодня уже реально стала многополярность. Вот. Такие вот силы выходят на арену, как БРИКС, как Шосс и так далее. Да, и это уже звучит очень серьезно. Если мы посмотрим, что пишут в американских этих аналитических центрах, какие там выводы делаются, мы поймем, что они очень серьезно к этому относятся, вот к БРИКС, Шосс. И думают, что вот даже вот пишут о том, а может быть БРИКС быть лидером в той или иной области? И говорят, что да, у них есть такой потенциал. Следующий саммит БРИКС, если не ошибаюсь, в Ереване 8 августа. Речь пойдет о сотрудничестве. Да, это саммит, который 8 августа будет происходить в Ереване. Это саммит, который будет рассматривать вопросы, значит, соотношения и сотрудничества Армении с ЕАЭС, с БРИКС и Шосс. Ну, это достаточно будет представительный форум. И там будут выступать представители разных стран, представляющих как раз БРИКС и Шосс. Совершенно очевидно, что ситуация в Армении, вокруг Армении, зависит от расклада сил в двух войнах. Россия, Украина и Израиль, Хамас, если глубже, Иран, США. Что скажете? А все это, по большому счету, наверное, зависит от ситуации в США. Ну, в определенной степени я согласен, что зависит от ситуации в США. Но здесь есть еще много других факторов. Да, вот конфликт на Украине – это серьезное дело. Пока не ясно. Хотя с обеих сторон, и с России, и со стороны России, и уже сейчас со стороны Украины. Вот Зибенский заявлял, что он тоже рассматривает вопрос переговоров о мире. Но позиции с той и с другой стороны, они достаточно сильно отличаются. Вот. Они очень крайне, с той и с другой стороны. И как будут развиваться события, во многом зависит от того, какие будут происходить изменения на линии фронта. Вот. Как это будет? Вы сказали, что во многом зависит от США. Да, это так. Но надо учесть, что в США сейчас очень много голосов раздается о том, что мы не можем, так сказать, себе позволить такие огромные затраты делать в Украине. И мы не видим никакого результата. Но Камила Харрис, насколько известно, сторонник поддержки Украины. Да, они все... Ее партия, по крайней мере. И там не только Камила Харрис, но и среди республиканцев, и среди команды Трампа тоже немало. Ну, Трамп быть, я остановлю войну. Вот его вице-президент, который тоже вот так заявляет. Он такая интересная фигура, бывший морской пехотинец и так далее. Но он кто может сказать один раз одно, второй раз может сказать другое. Сегодня много таких персонажей. Так что здесь сложно сказать, какую позицию возьмут они. Но я опять повторяю, за ними стоят серьезные силы. В первую очередь это финансово-промышленные серьезные компании, там, глобальные компании, другие силы, которые... Обойти их позицию ни Кам, ни Трамп, ни Камила Харриса они не могут. Просто не в состоянии. Вообще, когда США берутся за дело, они умеют надавить на такие страны, подобные Армении или Азербайджану. Это я к чему? Главным медиатором процесса переговоров между Арменией и Азербайджаном сегодня, наверное, не будете спорить, является Америка. В то же время, кроме заявлений, как вы заметили, сдвигов никаких нет. Может, США важнее процесс, а не результат? Вы знаете, все зависит от того, насколько мы понимаем, какие цели преследует США. Во-первых, то, что я говорил, что будут серьезные трансформации, все единогласно, даже сторонники и республиканцев, и сторонники демократов, и другие силы, они все приходят к выводу, что да, в прежнем политике придерживаться США не в состоянии, невозможно, потому что мир изменился, эти изменения произошли, и надо менять также политику. И одна основная идея, то, что США не везде должны сами непосредственно участвовать, непосредственно. А должна быть такая система, которая в некоторых регионах, где серьезнейшие интересы Америки имеют место быть, да, они там должны быть непосредственно. А в других, они должны действовать через своих партнеров-союзников, да, помогая им финансово, там, военным образом, политическим образом и другими делами. Ну, вот так. Ну, возможно, что такая политика... Кто партнер на Южном Кавказе? Да, возможно, что и на Южном Кавказе. Мне кажется, что сегодня Соединенные Штаты, вот вы сказали, медиаторам, как-то они немножко охладили к этому, немножко уже там темпы вот этой медиации, они сбавились туда, видите, к там, подключали. Охладили к чему именно? Непосредственно, чтобы они сами, так сказать, брали эту вот, эту миссию на себя. Мы видим, что... К миссии медиатора переговорного процесса? Да, они перепрасывали на Европу, Западную Европу. Кстати, говоря, сейчас в Америке раздаются очень серьезные голоса, говорят, почему весь этот груз на своих плечах должна нести Америка, Соединенные Штаты. Пусть Европа подключается, и в военной области, и в финансовой области, и в той же Украине, и в других делах. Ну, здесь, конечно, для Соединенных Штатов Америки это один из самых серьезнейших проблем. Это палестинская проблема, этот конфликт, который идет на Палестине, в Израиле-Палестинский конфликт, который сегодня очень острый, и там раздаются очень серьезные голоса в самой Америке. Есть силы, которые поддерживают Израиля, есть силы, которые тоже очень влиятельны, которые говорят, что Израиль и правительство Нитанягу, оно очень, как бы, перешло все границы, понимаете? Вот так нельзя делать, что даже называют это геноцидом. Очень много публикаций в Соединенных Штатах. Вот, поэтому здесь, в Соединенных Штатах, это один из вопросов, очень серьезнейших, которые затрагивают его геополитические интересы, это конфликт Палестине. И здесь, конечно, огромное влияние они уделяют позиции Ирана, потому что мы знаем, что и те силы, которые там, против которых сегодня так воюет Израиль, они всегда пользовались поддержкой Ирана, начиная там с Хамаса, Хезбалы и сейчас вот этих хуситов. И поэтому здесь для нас это надо, этот вопрос очень серьезно рассматривать. Мы знаем, что здесь опора может быть, как вы сказали, на Турцию, вот чтобы здесь доминировала Турция. Здесь, конечно, об этом уже давно говорят, чтобы Россия как бы снизила здесь участие, потому что мы знаем, что в последнее время между Россией и Ираном развивались достаточно серьезные, партнерские, можно сказать, даже сайты. Да, на Южном Кавказе опирается на Турцию. Будет опираться и опирается. Ну, можно сказать, что и так, что опирается, можно сказать, что да, роль Турции для нее очень важная и существенная. И это не только против Ирана, но и против Китая. Мы понимаем, что сегодня вот эти пути, торговые пути, которые прокладываются от Китая, от Востока на Запад, от Китая, Индии и так далее, очень важно, кто их будет контролировать. Если это будет контроль Китая, это одно. А если вот Турция, посредством вот той организации, которую они уже успели сделать и укрепить, с этой организацией тюркских государств, то здесь в определенной мере этот контроль будет осуществляться через Турцию и его союзников. Понимаете, для Америки, конечно, это выгоднее, чем если эти все там... ...трансграничные торговые коммуникации были бы под контролем Китая или других стран, и они не имели бы там рычагов влияния на это. Это, конечно, для них очень серьезная проблема. Миран Абрамович, вы произнесли слово «геноцид». Экс-прокурор Международного уголовного суда Акампо еще год назад назвал происходящее в Арцахе, тогда речь шла об экологической блокаде геноцидом. Да. Неоднократно повторил это. Его последний призыв к армянству реализовать все ресурсы в соцсетях до саммита ноябрьского в Баку с целью поддержать пленных, попробовать изменить их судьбу. Как считаете, действительную меру предлагает Акампо получится? Я, знаете, я удивляюсь, что армянам должен обращаться Акампо. Они сами, армяне, должны были об этом думать. Эти предложения были много раз, здесь были голоса, слушали, но к ним не прислушиваются, к сожалению. Вот такая инфантильность, она не только проявляется сегодняшним правительством, но, к сожалению, и общество тоже в какой-то степени оно пассивно, оно не понимает, что надо делать. И если мы сравниваем ту работу, которую ведет Азербайджан, информационную работу, это же информационная война, то мы видим, насколько мы уступаем в этом плане. Вот то, что делает, скажем, против Франции Азербайджан, до чего додумались. А почему это происходит? Потому что, видимо, там есть серьезные аналитические центры, которые вот эти все проекты разрабатывают, предлагают правительству. К сожалению, у нас практически их очень мало, или если они есть, то уже как бы их активность пока мы не видим. Мы не видим. А без этого невозможно сегодня вести серьезную политику. У меня несколько статей по этому поводу. Вот про think tank центров. Это мыслительные, мозговые центры. Сейчас все страны этим занимаются, понимаете? Даже какие-то небольшие африканские государства, и те они уже создают у себя. А мы как-то отстаем в этом плане. А без этого не пойдет. Последний наш с вами вопрос, краткий. Как считаете, вопрос Арцафа можно считать закрытым? Я не думаю, что этот вопрос надо считать закрытым. Для этого не думаю. И здесь есть очень много как бы оснований, и правовых, и других, которые могут позволить этот вопрос поднять, и то или или не в мире, то или форме, то в формате решить. Но надо этим серьезно заниматься, что мы, к сожалению, в последнее время видим, что не делается. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо вам. Передача по факту подошла к концу. С нами был председатель Армянской ассоциации политологов Мигрант Шакзадеян. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал FastInfo.am. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok